Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года в Минске зарегистрировано более тысячи пожаров и загораний, на которых погиб 21 человек, еще 28 пострадали. Минск чрезвычайный. Одной из основных причин пожаров остается неосторожное обращение с огнем при курении, зачастую в нетрезвом состоянии. По предварительной причине курение спровоцировало пожар в одном из столичных домов по улице Бреской в ночь с воскресенья на понедельник. Прибывшие на место спасатели справились с огнем, но помочь 39-летнему сыну хозяйке квартиры, лежавшему без сознания на горящей кровати, уже не смогли. Бессильны были и медики. Со слов соседей, погибший проживал один, нередко выпивал и сам вполне мог не затушить сигарету. Примерно в это же время, после звонка одного из случайных прохожих, спасатели выехали на Новгородский переулок. Предположительно, огонь в одном из частных домов возник из-за короткого замыкания электропроводки. Работники МЧС спасли 58-летнего хозяина и его старшего брата. С ожогами различной степени тяжести, отравлением продуктами горения их госпитализировали. Сейчас врачи оценивают состояние хозяина как крайне тяжелое. У него 70% ожогов тела. Минск чрезвычайный. На этой неделе пожар произошел и в многоэтажке на улице Алишевского. Из квартиры на втором этаже бойцы МЧС спасли бабушку и внука. Для того, чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрыть входную дверь. В коридоре они обнаружили хозяйку и ее 15-летнего внука. Подросток был без сознания. После осмотра школьника госпитализировали с термоингалюционной травмой и отравлением продуктами горения. Женщина не пострадала. Причина пожара устанавливается, но не исключено, что это могла быть шалость со спичками. Напомню, что с целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их безопасности, в эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Не оставляйте детей одних». За последние несколько дней столичные спасатели потушили еще несколько значимых пожаров. На улице Чижевских рядом с Лошадским парком предположительно из-за поджога горело неэксплуатируемое здание. А в частном секторе по улице Шейпича из-за нарушения правил эксплуатации – баня. Еще один пожар, вероятнее всего причина которого неосторожность при курении, случился в гараже по улице Айвазовского. Такой была оперативная обстановка в городе. Соблюдайте правила безопасности, не болейте и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова